Уважаемые коллеги, мы продолжаем серию наших передач «Времена, события, люди». Ведущий этой передачи я, Васецкий Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор современной гуманитарной академии. В прошлый раз мы затронули такую тему, которая касается, как мне кажется, не только нашего прошлого, но и современного, Владимир Ильич Ленин. Времена – это январь 1924 года, события – это смерть Владимира Ленина, люди – это наши предки, которые тогда воспринимали это событие, эту смерть, как свое личное горе. Вот сегодня прошло 85 лет, что же изменилось? Я неоднократно просил вас, уважаемые телезрители, иметь в виду и еще одного участника наших передач, поскольку мы с вами образовательная программа. Это не только «Времена, события и люди», но это еще и книги, которые сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Вот здесь я принес две книги, прошу показать, которым я имею самое непосредственное отношение, как один из авторов, в данном случае предисловие, послесловие и ряда других моментов. Должен сказать, что то, что здесь написано, имеет, как мне кажется, долгоиграющее значение. И нашу вторую передачу я бы хотел начать еще с одного такого, если можно выразиться, неформального момента, а именно с чтения стихов. Это поэма «Триптих» замечательного русского советского писателя Юрия и поэта Юрия Кузнецова. «Опустите штыки перед ним, пусть он встанет из гроба холодного, пусть увидит, куда мы летим, гребни рваные моря народного, пусть развяжет родимую речь, где корнями сплетаются молнии, он устал от мелькающих встреч, мы у гроба молчим, мы безмолвие». Ну, к сожалению, безмолвие штука полезная, когда вспоминаешь близкого и родного тебе человека. Моя же задача все-таки объясниться. Прошлую передачу мы с вами завершили на такой мажорной ноте, и я попытался в нескольких чертах обрисовать влияние на мировоззрение, на становление характера, на развитие политической воли Владимира Ильича Ленина, его семьи и, в частности, мамы. Мы поговорили о национальных корнях Владимира Ильича Ленина и закончили передачу тем, что я признался и взял на себя такую смелость сказать, что несмотря на калмыцкие, шведские, немецкие, еврейские и прочие, так сказать, особенности ленинского национального происхождения, должен заметить, что как политик, как вождь, я этого не снимаю, не отнимаю у Владимира Ильича Ленина такого права, Ленин все-таки был удивительно русским человеком. И вот буквально два штриха. Мы знаем с вами, что славянофилы – это одно из важнейших течений русской политической и общественной мысли. Так вот, прямая перекличка – Данилевский, уж куда более из славянофил, он определил принцип национальности как основу геополитики. А Владимир Ильич Ленин перенял у него этот лозунг и назвал его самоопределением наций. Кто-то может со мной поспорить, что это разные вещи. А попробуйте, почитайте Данилевского, его «Восток и Запад» и посмотрите статьи товарища Ленина о вопросе национальных и государственных отношений в Российской Федерации, той Российской Федерации. И второй лозунг, который Владимир Ильич Ленин также, как мне кажется, не без влияния славянофилов сформулировал – «Две культуры в одной нации». То есть Ленин говорил, что в каждой нации есть две культуры – буржуазная и пролетарская. Откуда такая уверенность? Опять же, от Аксаковых, опять же, от Хомякова, которые еще в 40-е годы XIX века сказали, что в каждой нации, и в русской в особенности, есть две культуры. Культура господ дворянства, которую установил Петр I, надев на русских дворян парики и французские камзолы. И нация крестьян. Простите, культура крестьян. Культура, если так можно сказать, холопская, если угодно. Вот соединить эти две культуры смог только один человек в начале XIX века, о котором мы также говорили в прошлой передаче – Александр Сергеевич Пушкин. И соединил их благодаря влиянию своей нянюшки. Так вот, сегодня я бы хотел продолжить биографическую канву Ленина и поговорить еще об одной проблеме, еще об одной теме, которая почему-то вот в наш век, в век шоу-бизнеса, в век, так сказать, расплыва, разгона порнографии очень интересует. Это амурные дела Владимир Чай. Должен сказать, что вот, пользуясь этой книгой, сошлюсь на мнение Соломона. Соломон так сказал, что Ленин был очень чист в этом отношении. Очень чист, я это подчеркиваю. И мне бы очень хотелось, чтобы наши современные политики в этом вопросе мало чем отличались от него. Так вот, в свое время, во времена Советского Союза, в аргументах и фактах, это до сих пор пользуется замечательным успехом, со ссылкой на британскую энциклопедию, был запущен миг о двоеженстве Ленина. Якобы Ленин был женат, кроме Надежды Константиновны Крупской, и еще на одной женщине Инесси Арманд. Вот давайте немножко разберемся с этим вопросом. Я думаю, он не безинтересен с точки зрения нравственных и моральных оценок нашего персонажа. Так вот, Ленин был обыкновенный молодой человек, в том смысле обыкновенный, что он мало чем отличался от любого школьника седьмого класса. В Симбирске на катке, безусловно, целовался, безусловно, увлекался. Более того, когда он уже в Санкт-Петербурге сошелся с Надеждой Константиной Крупской в одном из марсистских кружков и оказался за свою революционную деятельность в Крестах, он просил Надежду Константиновну, ты, говорит, приди вместе с Аленькой Якубовой. Была такая девочка 17-летняя, в которую Владимир Ильич Ленин был влюблен. И станьте, говорит, с ней вот на тот пятачок, чтобы я вас, говорит, поднявшись на цыпочки и в своей камере мог видеть. Я вас спрашиваю, что в этом плохого? Что в этом, как говорится, ну, если можно так сказать, предосудительного? Нормальные, здоровые отношения. Ну, надо сказать, что с Надеждой Константиновной у Ленина отношения были и любовные, и в большей степени деловые. Ну, взять хотя бы ту кличку. Ленин любил давать клички, как это ни странно. Некоторые усматривают в этом неуважение к тем, с кем он жил. А я считаю, что это нормальное отношение. Ведь сатира и юмор, они облегчают нашу жизнь. Он называл свою дорогую Наденьку Меногой. Это такое непонятное, так сказать, по происхождению, то ли животное, то ли рыба. Вот, и, наверное, был не совсем неправ. Как хозяйка Надежда Константиновна была бездарна. Вести хозяйство она доверила своей матери. И та сопровождала чету Ульяновых Лениных на протяжении всей их жизни до самой смерти. Вот. Жил Владимир Ильич Ленин безбедно. Давайте сразу с вами скажем. Вот тот знаменитый миф о том, что хороша, кактошечка в мундирах, простите, это именно миф. Такой же миф, как, скажем, вот, что Нагин умер от голода. Потому что, будучи наркомом, значит, продовольствия, он настолько был честным человеком, что заморил себя голодом, отдавая, значит, последнюю корку хлеба в детские дома бездомным, беспризорным людям. Ну, давайте на эту чепуху не обращать, как говорится, серьезного внимания. Жил Ленин безбедно. Он никогда ни в чем не нуждался. И я вам хочу со всей ответственностью сказать, что никогда выдающийся или более или менее серьезный политик, если он будет нищим, серьезного, выдающегося политика, не превратиться. Политика – это достаток. Если нет достатка, не будет никакой политики. Вот запомните это раз и навсегда. Некоторые сегодня критикуют Зюганова за то, что он ездит в Мерседесе. А он что, на велосипеде ездит или на телеге? Вот обращают внимание, так сказать, на Надежду Константиновну Крупскую, которая как надела эту самую свою знаменитую пролеткультовскую кофту в 1915 году, и вот так в этой кофте в 1939 году и померла. Но Надежда Константиновна, есть Надежда Константиновна. А наши жены, жены наших политиков – это нормальные женщины, которые сегодня, так сказать, ведут себя вполне благопристойно. В 1912 году, как вы знаете, у Ленина состоялся серьезный разговор с Надеждой Константиновной. Солженицын, покойный Александр Исаевич, так сказать, в своей книге «Ленин Сюрихи» выдает этот факт чуть ли не за какое-то откровение. Ну, насчет откровения скажу вам сразу. Я пять лет проработал в Институте марксизма, ленинизма при ЦК КПСС, и хочу вам со всей определенностью сказать, что отдел, который назывался «Отдел В.И. Ленина», изучавший произведение Ленина, прекрасно знал все обо всем. И когда мы за рюмкой чая, так сказать, собирались, вот в нашем институте, безусловно, мы эти все вещи обсуждали, мы знали все о Ленине, тогда уже, без всяких, так сказать, фишеров, без всяких Солженицыных, без всяких других помощников. Хотя, я еще раз подчеркиваю, далеко не все это публиковалось. Так вот, состоялась беседа с Надеждой Константиновной по инициативе Надежды Константиновной. Она состоялась после возвращения Ленина из Лондона, где в течение трех месяцев он пробыл вместе с Энессой Арманд. Крупскую это страшно задело, и она заявила, либо я, либо она. Ленин был очень удивлен такой постановкой вопроса, и таким шагом Надежды Константиновной. Он взял три дня на размышления, после чего пришел и сказал, ты, ты остаешься, и так, в общем-то, они на этом и порешили. Дети, вот тоже говорят, что у Ленина с Энессой Арман были дети. Неправда, не было никаких детей. Почему не было с Надеждой Константиновной? Не потому, что они были такие неспособные люди в этом отношении. Надежда Константиновна с малочку, буквально с первых лет их женитьбы, страдала базедовой болезнью. Поэтому при этом заболевании, говорят, женщинам рожать нельзя. Ну, много разговоров ходит о взаимоотношении Ленина и Зиновьева. Есть такой, точнее, был такой писатель, работал он здесь в спецорганах, остался в США. Григорий Климов написал замечательную, с точки зрения сведения воедино всех сплетен и баек о Ленине и о других советских руководителях. Книгу «Протоколы советских мудрецов» по аналогии с «Протоколами сионских мудрецов». Тоже, кстати, книга, подлинность которой вызывает большие сомнения. Так вот, он там намекает на отношения Ленина с Зиновьевым и говорит о какой-то латентной сексуальности соответствующей. Я думаю, что это натяжки и очень большие натяжки. Ничего подобного. Давайте будем трезво смотреть на вещи. Хотя я отношусь с большим почтением и, как говорится, уважением к любым отношениям, в том числе и нетрадиционным, ни в этом, как говорится, счастье и ни в этом несчастье. Но кто сегодня, скажем, осудит Петра Ильича Чайковского за то, что он жил со своим конюхом? Или Галину Ивановну Улану за то, что она отдавала предпочтение своей домработнице? Разве в этом величие этих выдающихся деятелей русской советской культуры? Думаю, нет. Поэтому давайте оставим вот эти грязные сплетни и грязные разговоры на другой, как говорится, этаж отношений. Инессу Арманд Ленин искренне любил. И было за что. Я в свое время написал статью об их отношениях и назвал ее «Красные перья революции». Инесса Арманд – это замечательная женщина. Она, безусловно, сыграла колоссальную роль в личной жизни Владимировича Ленина. И умерла от инфекционной болезни на Кавказе в 1921 году. Ленин был чрезвычайно обескуражен этой смертью. Ну, достаточно сказать, что прах Инессы Арманд, я, правда, не проверял, но говорят, похоронена она, захоронена она в Кремлевской стене. А это чего-нибудь да значит. Ну, я думаю, что вот последнее, чтобы я хотел завершить вот эту тему, так сказать. Ну, вы знаете, я был шокирован, когда видел кадры вот этой знаменитой ленты режиссера нашего, так сказать, о последних годах жизни Ленина Сокуров, что ли его фамилия, не помню ее. Сами считайте, мне даже не хочется вспоминать. Когда показывают там безумные глаза, в общем-то, страшные фотографии. Ну, зачем это делать? Зачем глумиться над больным человеком? Вы понимаете, это все равно, что если вы, допустим, простите меня за гадостные, то сказать, сядете в туалете, я вас начну снимать, а потом вынимаете, какой вы неряха. Да разве можно так? Это постыдное, с моей точки зрения, восприятие. Как бы вы ни относились к Ленину, как бы вы ни относились к советской власти, как бы вы ни относились к Октябрьской революции. Надо уважать себя, чтобы не опускаться до таких нечистот моральных и нравственных. Должен сказать, что попытались этот фильм выдвинуть куда-то там на какие-то премии на Западе, его просто выкинули и осмеялись, сказали прекратить. Там оказывается умнее, чем у нас. Мы же, как у Достоевского, помните, в «Бобке». Заголимся, господа, заголимся. Хватит, наверное. Еще одна тема биографического свойства, которая также сегодня играет не последнюю роль в осуждении Ленина и в осуждении дела, которому он отдал свою жизнь. Деньги. Деньги. Ну, почему ажиотаж вокруг этой темы? Ну, понятно, наверное. Давайте все-таки трезветь, уважаемые товарищи или господа, не знаю как, до господа, наверное, мы еще не доросли. Ну, товарищи, давайте трезветь. Политика – это деньги. Есть деньги – есть политика. Нет денег – нет политики. А откуда эти деньги пришли? Как они оказались у этого политика? Ну, конечно, если это не нарушение Уголовного кодекса, то, с моей точки зрения, имеет значение второстепенное. Второстепенное. До октября. До октября. Ну, вы знаете, деньги большевики получали разными способами. Это были и деньги, связанные с так называемыми эксами, которыми руководил товарищ Сталин. Ну, совершали налеты на инкассаторов. Знаменитое в 907 году, за что Сталин оказался в первой ссылке, нападение на карету инкассаторов в результате 500 тысяч рублей взяли. Были и другие налеты, в которых участвовали многие другие большевики. В частности, Петросян по кличке Камо, Луначарский даже Анатолий Васильевич имел отношение. Кстати, не только, между прочим, эксы совершали большевики. Их совершали и представители меньшевистской партии. Причем, я должен вам сказать, что отношение к деньгам было весьма специфическое. Вот совершили один из эксов, перевозили деньги два русских человека. Представителя, значит, один меньшевиков, другой большевиков. Из Москвы в Екатеринбург тогда, в Свердловск. А сейчас опять Екатеринбург. И у одного из них были проходившиеся сапоги. Он говорит, давай мне пятерку из этих 100 тысяч, которые мы везем, я куплю себе сапоги. Второй говорит, как мы можем. Но этот парень все-таки взял эту пятерку, купил себе эти сапоги. Приехали они в этот Екатеринбург. И что вы думаете, когда этот второй рассказал, что тот взял пятерку из 100 тысяч, что сделали с этим, который взял? Его приговорили к смертной казни и расстреляли. Вы представляете? За 5 рублей. Вот такое отношение было у большевиков и у тех социал-демократов, которые находились тогда к деньгам. Ну, много говорят о том, что немецких денег. Ну, прежде чем о них сказать, я скажу так. В 1912 году на пражской конференции большевиков РСДРПБ был утвержден ежегодный партийный бюджет. Он составлял 58 тысяч французских франков. Ну, примерно около 30 тысяч золотых рублей. По нынешним временам это, наверное, миллиона три зеленых, если не больше. Вот. Так я должен вам сказать, солидненький бюджет для партии, которая, в общем-то, сидела по тюрьмам, по ссылкам, по лагерям, по заграницам. Вот. После, или точнее до Первой мировой войны, во время начала Первой мировой войны, Ленин сошелся с известным Парвусом Гельфандом. И с его участием большевики создали целую финансовую сеть с центром в Стокгольме. Заведолой этой сетью небезызвестный Ганецкий большевик, Фюстенберг. Вот. Под видом продажи, ну, извините меня, я уже заговорил об этих амурных делах, презервативной конторы, они собирали, аккумулировали деньги из разных источников. Вот на эти деньги, собственно говоря, и велась пропаганда большевиков в России в годы Первой мировой войны. В 1917 году, после проезда Ленина через Германию, в знаменитом пломбированном вагоне, все это подтверждено документами, и все это оправдывается фактами, должен сказать, что, да, немецкие деньги Ленин взял. 400 тысяч марок. Причем выдал Ленина не какой-нибудь агент германского генштаба, а Эдуард Бенштейн, знаменитый ревизионист или оппортунист, как его там, движение «Все, конечная цель, ничто». Вот его знаменитый этот самый лозунг. В 1921 году, когда после революции в Германии, стали разбирать документы и обнаружили, что, да, действительно, есть финансовые, так сказать, записки, финансовые справки, но, что характерно, Ленин нигде свои подписи не поставил. Так что, с точки зрения юридической, с точки зрения уголовного права, Временное правительство, хотя и вменяло в июле 1917 года Ленину тогда вот это, немецкие шпионские деньги, предъявить ничего не смогли. Ну, должен сказать, что расплатой за вот это заимствование Ленина был, так называемый, по его словам Ленина, «похабный брестский мир» в 1918 году, стоивший нам колоссальных, так сказать, издержек. Я имею в виду нам, это России, советской России. И участником этого «похабного мира» стал Троцкий. Кстати, Троцкий был одним из доверенных лиц Ленина во время 1917 года и впоследствии. Вот «ни войны, ни мира» – это знаменитый лозунг, который выдвинул Троцкий. Ленин якобы его осуждал, но на самом деле, в общем-то, был непосредственным участником этого брестского мира. Правда, потом, в ноябре 1918 года в Германии, не без участия наших большевиков, под руководством Розы Люксембург и Карла Липнихта, произошла немецкая социалистическая революция, не удавшаяся в результате этой революции, мы, я имею в виду советское правительство, срочно отказались от брестского мира. Вот таковы, я бы сказал, две еще наиболее примечательные темы в биографических сводках Владимира Ильича Ленина. Надо сказать, что как политик Ленин все-таки был, как сегодня это представляется, человеком камерного типа. Говорил он плохо, хотя вот во всех наших кинофильмах, Ленин там в октябре, в 1918 году, его изображают выдающимся оратором, плохой он был оратор. Вот, хотя говорил внятно, но плохой с точки зрения и внешности, и с точки зрения говора. Он картавил, и это в России не очень-то многим и нравилось. Вот, я думаю, что, говоря вот о тех годах, мы, я думаю, эту передачу сейчас уже подведем к концу. Вот, а в следующей передаче, следующую передачу начнем с очень, я бы так сказал, злободневной темы, и с темы, которая сегодня является доминирующей. Это тема так называемого красного террора, тема заговора против Ленина своих же однопартийцев. И как вся эта ситуация развивалась, мы поговорим с вами в следующей передаче. На этом я заканчиваю наш разговор. Спасибо за внимание. До свидания.